Вылезаете, мистер Майлз. В чём дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Это, видимо, всё, что он скажет. Что-то вроде того, но... Мы должны здороваться. Да! А за дара, стойте, с вами кто-то. Да, до сих пор кто-то. Не всегда будет так. Нет, не навсегда. Ну а что ты хочешь подумать? Я даже думаю над твоим вариантом, на самом деле. Над тем самым вариантом? Да, он... Он странный. Ага. А я не знаю просто, что ещё. Дурацкий вариант. Я сам ничего лучше придумать не могу, правда. Просто... Просто фейба это немного голо, конечно. Голо? Да, потому что у тебя мистер Фрей. И фейба. Ну, я на самом деле никакого мистера Фрея не придумывал. Это... Меня так тупо назвали на работе один раз. Да? Кругом один Виталий, одни Виталии. Ты будешь мистер Фрей. О, Господи. Человек гений. Да. Это ещё на старой работе в школе. А-а-а. Угу. Типа того. Любопытно. Да. Как-то вот так и пошло. Я на самом деле не помню, в какой момент мне в голову шибануло так ещё и в начале видео говорить. Это, честно говоря, я не знаю, почему так получилось. Но так было. Это точно. Не скажите мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки неделя. Уже шесть дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на моё место. Меня удерживает в заперти группа учёных и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовёшь. И что вы от меня хотите? Хм, подумаем. Не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. И всё. Да! О, нет! Она вышибает мне мозги. Ну, кстати, если бы она так и говорила, таким же тоном, каким она говорит по-русски, то я думаю, мне бы она тоже вышибала мозги, потому что это что-то говорит «А-а-а-а, что вы тут творите?» У нас сроки. Сроки. Как будто при этом она думает о домашнем завтраке. Домашнем завтраке? Домашнем завтраке. Ой. Иначе она не могла бы такого сказать, именно таким тоном. Понятно. Эй, у меня есть вопрос, на который вы можете ответить. Какой? Почему люди там иногда говорят так, будто они из будущего? Будущего? Ну, то есть настоящего. Как сейчас. А ещё вы, вероятно, удивляетесь, почему понимаете языки Святой Земли? Да, я как раз хотел... Анимус переводит речь, чтобы она звучала более-менее современно. Анахронизмов будет немного. Я бы могла сделать речь по-аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Да. Пожалуй, это не для вас. Для нас её юбка. Это мы знаем наверняка. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, ну, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что анимус – это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже. У вас есть чувство юмора? Извините, Дэзмонт, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведём работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Ух, что-то гениальная актёрская игра, в которой они замечательно повторили все интонации оригинала. То есть могу ли я предположить, что это тайна? Что? Вы что, рекламу не видели? Боже! У вас… Боже, я даже сейчас буду стараться сказать, как он скажет, и то скажу «нормально». Ладно, я всё равно скажу «нормально», так что всё равно. Боже мой. А, ты про этот текст, что ли? Да. А, окей. Вот он, этот текст. О, боже, погоди, мы его тогда целиком не читали. Мы его целиком тогда не читали, потому что я вовремя остановилась. А в чём его смысл? А в чём его смысл? Ай, не знаю. Короче, дорогие друзья, здесь есть секретная информация, которую мы вам не расскажем. Ну да. А, ну тут всякое, ну не знаю, по-моему, я это когда-то читала, но всё это любопытно мне казалось. Но самое любопытное, это то, что нам подписывается Люся, а он говорит, зачем ты подписываешься сверху написано, от кого письмо, потому что я брюзга, я ворон видик, и я укажу вам на все ваши, с моей точки зрения, ошибки. Кажется, это непрактично, поэтому его ломает. Практики нету. Вы не занимаетесь с этой со 100% эффективностью. Она фанат старомодных писем на бумаге, поэтому любит подписываться. И поэтому у неё есть ручка на планшете? Это так и есть. Понятно. Да. Что-то вроде того. О-о-о-о. Крють доступа! На стоянке, я тебе стою, я тебе стою, я тебе стою в кармане. Болтаться снаружи! Следите за своими вещами, и ворон представьте, чтобы было. Короче, да, я помню, из этого письма следует, что ручка ворона равносильно ключу ворона. 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 Он будет вороном. Ворон, ворон. Слушай, я понял. Один из символов Абстерга – это сим-карта. Почему? Ну попробуй посмотреть её почту. Хорошо. Я же где-то её видел. Здесь же где-то был символ. Не тот? Или... Что, нету? Я туплю, я не знаю, всё, выходя отсюда. Я не знаю, всё, я ничего не знаю. Я имел в виду тот символ, который... Точно, я её видел где-то, этот символ, то ли на её каком-то изображении, то ли что-то такое, и там прям было видно, и, короче, как-то так. Да нет, всё, не-не-не-не. А, во! О-о-о, действительно, похоже. Нет, не сим-карта. Вру. Это знаешь, чего? Чего? Это на банковской карте такая штука. М-м-м. Я с такой зарплату получаю. Понятно. Все нормальные люди пользуются банковскими картами, то есть они получают зарплату на них, да? И потом ими же расплачиваются, или там какие-нибудь интернет-услуги с помощью них же оформляют. Я сначала снимаю всю наличность, а потом, если мне даже в тот же день нужно что-то положить на Тиви-кошелёк, я наличность кладу на Тиви-кошелёк. Нет, чтобы сделать перевод. Но я так делаю. А, всё. Ты не устал? Ну всё, он устал. Я думала, он сказал... Да ты достал. Что-то в этом духе. Уверена, она это и имела в виду. А ему услышится. Он слишком хорошего о ней мнения, и поэтому просто не может подумать о ней ничего плохого. Нет, я думаю... Ну просто она из этих, кто не говорит прямо, но намекает. Это очень своеобразный намёк. Рифмой. Ты намёк рифмой. Бред. Чё-то у меня всё вертится, крутится. Даже непонятно. В общем, я... Спать. Правильно. Это вообще очень нужное дело. Объект 16. Харе... Не знаю. Идёмте, мистер Майлз. Времени мало. Дай поглючить сквозь подушку. Реально, мне кажется, она такая умятая, не для реалистичности, а чтобы нормально выглядела, когда у неё головала сквозь неё проваливаются. Где Люся? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем всё это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времён вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось всё таким же варварским, всё таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь её. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, всё станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Нет ли вашей цели, ассасины? Мир во всём? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я всё ещё не понимаю, при чём здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймёте. Или не поймёте. Мне всё равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Извините, я опоздала. Мы готовы? Я просто хочу красть у тебя чёртову ручку. Нельзя, успокойся. По-моему, ты в прошлый раз тоже пыталась. А может, не пыталась. Я уж не помню, в какие разы у нас попали на записи, а какие нет. Но в какой-то раз ты точно пыталась. Я сейчас очень отчёртливо подумал, что он сейчас её ударит пониже спины. Прекратите дурить и ложите дурить. У него вот подобные мысли, я думаю. Ну давай, ну укради ручку. Ах, ты хочешь украсть ручку. Ну в крайнем случае, ну полапаешь её. Хватит играть со мной, мистер Майлз. Ложитесь. Я не хочу играть с тобой. Может, тебе его ручка пригодится. Всё-то уже мне понесло, да. Ладно, тогда ложись. Ложусь. Жутко неудобно, представишься? У него под бёдрами огромная такая хрень. И ему и так ещё валяться надо весь день. Ты-то так вроде недолго лежишь, а он весь день. Ой. Да. Спина-то у него сломается. Угу. Довольно тянуть? Загружайте память, мистер Майлз. Пошёл ты! Ну и мы тоже. Вот она, эта сим-карта, это сохранение. Ну да. У вас больше шансов избежать ненужного внимания. Хорош, что ты бегаешь кругами. А то я здесь пытаюсь бежать прямо и всё время... Отлично, Альтаир. Здрасте. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно присводится. И какие последствия порождает. Что мне ещё нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймёшь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. О, Кай. Я не понял, почему я тут решил размятаться. Да, теперь мы наконец-то можем пройти сюда и погулять по этому красивенькому такому местечку. Во второй раз! Во второй раз! Во второй раз я это говорю, кстати, да. Я своё, пожалуй, воспроизвести не смогу. У меня было что-то вроде, типа, да, здесь действительно крут, чё-то такое, ничего умнее вспомнить не могу. А, ну я ещё, помню, рассуждал про эти, про, про нарисованный бэкграунд, чё-то у меня было. Помнишь, типа, горы, смотри, мол, типа того. Но я ещё сделал из этого какой-то вывод тогда. Вот хрен его знает, какой ещё нафиг вывод я вообще мог из этого сделать. Что, тебе понравилось, как оно выглядит? Ну, не понравилось особо её лицо. Почему они все тут... У них у всех одно лицо? Да. Это клоны, прислуживающие Томиру? Не, 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 не Томиру. Для меня это лицо такое же. Вот это причём симпатичнее, я бы сказала. Для меня оно такое же. Покажи ещё раз то. Ты уверена, что есть разница? Да. Говорят, что губы здесь какие-то или... Разница незначительная, ничего не знаю. Большая прическа одинаковая. Большая разница. Носу той меньше, что ли. Вот всё, что я могу сказать. Вот это тоже совсем другое. Ну да, здесь, по крайней мере, уж точно совсем другая прическа, которая уж точно мне больше нравится, чем все остальные. Правда, можно было бы ещё короче. Я никогда не попреснялся. Не, 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 не в этом смысле, не в этом смысле. Хотя тоже забавно. Но всё-таки не в этом смысле. Ну хорошо. К чёрту. Вандал. Слушай, нужно убить как можно больше кувшинчиков. Почему? Не знаю, смерть кувшина. Да. А почему бы и нет? Они ещё красивенькие. Это да. Может быть за это я завидую их красоте. Вот тебе моё обравдание. Завидую? Да. Вот, короче, про это ты говорил. Всю жизнь мечтал быть кувшином. Очень за тебя рада, наверное. Поэтому их надо всех убить. Если я всех кувшинов убью, я буду... Короче, про это ты говорил. Да. Я хотел сказать, что я буду единственным кувшином на земле. Да? Меня все так оповедят, что я кувшин. Если я всех кувшинов убью, никто не будет знать, как кувшины выглядят. Определённые старейшины будут протестовать, но ничего страшного. Всем нужны кувшины. Поэтому они с радостью примут меня в качестве главного кувшина. Тебе многие говорили, что ты наркоман. Ну да, я всегда говорил спасибо, очень приятно. Вы мне тоже нравитесь. Я не шучу. Что я с ним? Альтаир не лучше. Ну да, ему тоже мы так говорили. Ладно. Красотень, конечно, тут. Но пойдём. Мне особенно нравятся эти лепестрички. Ага. Не то, что прямо тут сильно, но... А, бабочка полетела. Скайрим! Лови её. Чёрт. Нет, она, она, она... Да, Скайрим, и забрать все крылья бабочки. К сожалению, она, по всей видимости, не является чем-то, что летает в этом мире, а является как бы эффектом, который наложен на экран. Как мне кажется. А-а-а. У меня такое предпечатление, по крайней мере, по её личное. Ну, мэби, 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 мэби. Опять. Альтаир. Похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Учи их лучше! Может, ты покажешь им. Да пошёл ты! А-а-а! Он не зашёл ничего лучше, кроме как телепортировать меня, вернее, тебя сюда, против моей, твоей, нашей общей воли, не знаю. М-м-м, когда враг начинает атаку, чтобы провести контраст. Сделай как Эпсел. Сделай как Эпсел. Великолепно. У Альтаиры, по-моему, движений больше, чем у Альтаиры. По крайней мере, вот это точно не было этой странной фигни насчёт нажмите на атаку и когда меч дотронится до врага, нажмите его ещё раз. Это точно. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Ура! Эпический бой! На деревянных, нет, не на деревянных, но всё равно, короче, на фигне. У тебя много дел. Да! Был многодельно побеждён нами. Часто у вас не будет и секунды. Угу. Часто у вас не будет и секунды. И так, блин, всю игру. Да ладно, боже мой. А, погоди. Ты имеешь в виду, что он всю игру будет нас играть, нас играть. Нам говорить, что, а, Альтаир, мои ученики никак не могут разобраться с тем навыком, который ты только что получил по рангу, поэтому тебе нужно его показать, чтобы самому вспомнить, а я тут буду всего лишь говорить об учениках, чтобы все подумали, что это имеется в смысле. Да, это такая игра. Здесь есть начало, есть конец, и есть совершенно одинаковое то, что промежутки. Начало мы уже видели. Теперь давайте все дружно ждать конца, который будет через сорок серий. Ну что, зато ловим атмосферу. Круто. Мне просто что с лолим. Лолим, да. Лолим атмосферу. Лолис. 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 Помню такую. Что у вас нет моей любимой лошади? Крапинку? Да. Я догадался. Ну или я знал, я не знаю, знал я это или нет. Я тебе это говорила во втором софине. А я сказал, что я их боюсь. Аааа, нет, я это не говорил. Но я только сейчас об этом подумал, что значит теоретически должен их бояться. Ой, черт бери. Я, наверное, кстати, в видео никогда не говорил, что я боюсь крапинку. Вот так вот своеобразно, да, действительно. Ребята и кто вы там. Это самое. Я не знаю, можно ли это назвать непосредственно строком, но мне реально мерзко, неприятно. Хочется отвернуться и возможно даже на него бежать. Типа того. Вот прям смотри. Оооо. Крапинка. Типа того. Причем еще не всегда работает, что странно. Помню, сидим с тобой тут вечером и какие-то странные какой-то лишайник нашли в Скайриме. Вот. От которого мне прям было ну совсем плохо. Помню. А потом его же, короче, включаем утром и нормально. А потом опять то же самое. Ну только уже с чем-то другим. И как-то я не понимаю. Это может как-то от настроения зависеть или еще от чего-то. Но он как-то то ломает, то... Ну тоже слегка тоже чувствую, но, к счастью, не так сильно. Нет такого, чтобы совсем ничего не чувствовать. Там, кажется, была моя любимая лошадь. Да! Ты что, хочешь... А потом я не краду ее! Иди! Только, погоди, погоди, погоди. А, я думал, что ты с ней подерешься так, как я люблю драться. Да! Да! Нет, я просто краду лошадь. Хотя я даже не краду, это честный обмен. А, ну да. Некрасивую на красивую. Это вообще дискриминация в мире лошадей? Оу. Ну вообще, да. Представляешь себе, по внешним данным, ты лошадь выбираешь. И ты бросила свою лошадь, погнавшись за крапинистой шкуркой. Ну мне тоже, вот в последний раз, когда переигрывала, когда без тебя. Ага. Я как-то тут много побегала, было прикольно, и мне все время было жалко бросать свою лошадь. Ну че, она за мной ходит. Я здесь, скорее всего, сейчас умру, кстати. А че ты вообще такая слезут с нее? Потому что... А, два флажка. Если два флажка, это другой разговор. Потому что через один флажок после чего можно на лошадь не перебрыгнуть. Но два флажка? Это уже гораздо серьезнее. Они, по-моему, очень серьезные цветы бьются. Ну да. Альтаир заходит сзади, бьет его. Заходит сзади, но Альтаир убивается. Альтаир уничтожает человека. Вот он встает. Это был всего лишь парирующий удар. Но теперь, пока он валяется, у него всего лишь один хелф. И он все еще валяется. Его надо добить. Но, да, Альтаир его добивает, но тоже очень красиво. Очень красиво. Категорически уничтожаем. О, боже мой. На нас идут еще целых шесть человек. Но одному уж, простите, никак иначе уровень как по яйцам я не могу назвать. Великий классический прием со стороны Альтаира. И люди просто непонятно почему выпендриваются. И получают снова и снова мечом прямо между шеей и своим плечом. Мечом, плечом. Все это стихи, стихи штуки хорошие. Ради двух флажков умрут сегодня множество людей. Ну, потому что это Альтаир. Альтаир убивает всех стариков. Альтаир сам умирает у него почти. У него вообще ничего не осталось. Слушай, у него ничего не осталось. У него ничего не осталось. Черт побери. Десинхронизация смерти. Альтаир не умирал. Улетательные ножи поражают врагов издалека. Это было забавно. Да. Я где? Ты там. Я там? Там. Ты тут. Мне оно не нравится. Ты теперь пешком и с вами пойдешь. Я украду по дороге. Еще флажок укради по дороге. Будет забавно, если ты приходишь, а там до сих пор эти трупы валяются. Это, конечно, не такого рода игра. Какой же это было в игре? А, это в вора я когда играл. Я там свалил несколько стражников, а потом это самое. Потом там новые стражники появились и они офигели от того, что другие валяются. Понятно. Ну ты его приезжаешь в печень, короче, ты это имеешь ввиду. А, то есть тебя еще сейчас никто не заподозрит. Потому что монах это самая неподозрительная личность. Думаю, заподозрят. Нет. Тебе конец. Мне все-таки конец. НЕТ! Любят тебя все в спину пихать. К Юре в погоне? Блин. Я поймаю. Я нажму, если что. Хорошо. Только если бы я еще видела. А ты прям видела, чтобы это было написано, да? Да. Ну я тоже видела. Я не знаю, что это. Я сейчас нажал на него, но нет. Странная хрень. Может, это вообще таргет. Он эпично надвигается на цель. Его палят, но он заходит сзади и наносит удар. Та-да-дам-тан-тан-тан-тан. Я молюсь, я молюсь! Ну это будет смешно, если он так идит.. идите и говорить. Я молюсь, я молюсь,еспокойно. Я молюсь. это же не дни дизайнер то вроде слишком прямо в прямую черт они запалили его они меня убивают ну как ну уже уже ненормально это же индусский хан подготовка ключ к успеху спасибо готовься лучше это война век через лошадь и больше нравится нет она мне меньше еще меньше уж меньше то было белое было похоже на явно не дорисованную текстуру нужно удерживать правую кнопку нужно быть именно именно в стойке верхняя стойка или это всего лишь ложь все хорошо давил махай мамаши мошну ее таганом одного взяла убила женщину нет не убил еще или убила другую неважно любом случае никому не нужны вон оббежала бей ее ладно не бей это лошади надоело крутиться кругами что они такие крутые вдруг стали что она убивала ну все впереди все впереди в любом случае это и таганский хан должен быть повержен право реактивация я не знаю чего но чего-то реактивация он слишком крут ты думаешь все нормально пока ты будешь драться с его несуществующим присутствием выше его тела все будет порядке это лошадь боится смерти нужно завязать глаза до тех пор пока не попьет святую воду ничего не 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 никто не успокоится а это зачем ты на эту твое ешь потому что он круче а то ладно по шапке по шапке да они резнутся небось еще не а это это флешмоб кирающих камни в мужиках мне все равно слова и зарядку дела но и мир им говорит приготовь здесь оружием пролетариатах булыжников или Я говорю про литериат устаревшие понятия, а он про литериат, и булыжник это оружие, про литериат. Да, а он говорит, а как же булыжники, что это? Музыка классная. А, игра лучше. Ага, действительно, не хило-то глюч-то. Как я о чём? Надо это самое, винду-то ставить. Вообще да. Вырубать на той винде и перенести сейвы. Конечно, время на это уйдёт. Время уйдёт. Ты заплатишь за свои деньги, я поймаю. Ещё, опять я плачу за свои деньги. Чё ты делаешь? Я еду в камень. Молодец. Сделай это ещё раз. Не-не-не, ничего не выйдет. Твою лошадь убили. И тебя убили. Кого-то убили в любом случае. Мне нравится, что литериат полечился, взяв флаг. Мда. Его сохранили же, а цык. Да, он настолько суров, что только убив человека и сразу полез на крышу. При этом не выключая эпик-музыки. Я схватился за булыжник. Бам-бам. Вообще, все персонажи, что они там таскают? Чего там с собой Довакин таскает? Гумбоксеры, что ли? А, ну да, да, было дело. И ещё преследует хор мужиков. Да. Это его фан-группы. Слушай, ну, мы поедем в город? Думаю, да. Ну смотри, полчаса у нас уже точно есть. И ещё лошадь. Ничего не выйдет. Вы не уедете отсюда. Ну ладно, всё может быть. Куда тебе нужно, в Дальмаску? Я в Акро еду, как и в прошлый раз я говорила, потому что Акро это довольно котичный и прикольный вопрос. Разве не Иерусалим? Нет, не Иерусалим, я говорила про Акро. Помните, не по пути. Вроде по пути же. Да? Ну всё по пути, полно дорожек. Ну да, можно идти так. Зачем места тут, конечно, интересные. Ходить всё-таки имеет смысл. Ходить пару раз, но не в этот раз. Мы уж походили тут, знаешь. Сколько человек впало, отмечали Таира в незаметных степях Дальмаски. Какой Дальмаски? Это вообще Финал Фэнтези 12. Дальмаска. Ну Дальмаска, Дальмаска, какая разница? Старый добрый принц. Кстати, да, я уже забыл о нем. Как тебе не стыдно. Какие корни красивые. А, Тамплиер! А, в этом смысле. А я думал, какие корни красивые у Ассасина. И Ассасина корни это принц. Я не знаю, там, или типа того. Собери Тамплиера, убей Тамплиера. Ну чё, он собирается? Собрался, смотри. Два Тамплиера из 60. По полуни свою коллекцию, собери их всех. Мне, конечно, поражает то, что... У меня мега лошадь. Ну а ты чё, думаешь, в играх более-менее современных, если вставляешь лошадь, то ты автоматически разве не вставляешь суперэффекты? Эти лошади. Я, кажется, к этому не так. А мне нравится, куда ты попал. Мне кажется, что ты... Ну ты близко, по крайней мере. Если ты здесь свернёшь направо, то, мне кажется, это имеет смысл. Ну да. По крайней мере, ты явно приближаешься, судя по GPS. К километражу, который хорошо показывает. Ну не километражу, но... Расстояние, в общем, которое я сам не знаю, в чём измеряется. Возможно, в метрах? Наверх. Но не в километрах тоже. Ну да, это да. Значит, была бы реактивная лошадь. О, нет! Только не пятнаш! Ты хочешь обрубить пятнаша? Нет. Ну, хорошо. Наверняка, значит, третьим ассасиней можно не только бегать по деревьям, но и лазать... О, я приехала. ...по деревьям. Ну, бегать по деревьям, но и лазать по деревьям. Я имею в виду ездить на пятнистых лошадях. Я знаю, пятнистые лошади мне нравились со второй части. Ещё. Ассасина? ...будут блокировать преследователей и скрывать вас из виду. А в Тесе они были? Не, не особо. По-моему, даже были, но они там такие странные. Я бы даже сказала, они там какие-то жирные. Не, ну в Скайриме лошади жирные по определению. Ага. По-моему, в Обливионе всё-таки они потощие. По-моему, да. И всё равно какие-то не очень. Только по-своему. Угу. Ты чего успокоилась-то? Мне сменили лошадь. Ты погляди на это. Всё нормально. Просто ты заехала на перекраску, чтобы никто не понял, что это ты. Её дух всё ещё пятнистый. Ооо. Вот у нас точно есть обложка с уездом в этот город. А, в смысле отдельно? Да. Я понял. Боже мой, мы что ещё обложки делать будем? Я думаю, ты сам их сделаешь. Я просто скажу, какие картины. А у нас всё же готов к ним. Ну да. Только ставить на. Вроде бы да. Ты не монах. Твой бог. Ну что закончить? Тридцать пять минут. Да, думаю, тут и закончим. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Мне больно. Пожалуйста. Помогите. Кто-нибудь. Думаю, тут и закончим. Но на этот раз точно уж. Может быть, через неделю увидимся. Может больше. Вон, стена Абстерга, куча ворон, красивый вид. В смысле, стена Абстерга? Глупый старик. Так вот. А, в этом смысле, е-мое. Я думал, ты про ту стену. Глупый старик. Смотрю, там, стена Абстерга. Завтра мы войдём. Что-то такое. Да. Если я сейчас ринусь помогать этому, то будет ужасная заварушка. Я не знаю. Ну, сейчас в неё ввязаться? Не-не-не-не-не-не, давай потом, потом, потом. Ладно, ладно, я тебе пожурею. Ага. Ну что, всем на скорого. А, всего хорошего. Спасибо.